о том что случилось с моим каналом смотрите в моем прошлом ролике там недостаточно много всего интересного но тем не менее хотя бы чтобы вы знали какая у меня сейчас шатка ситуации на канале а так всем привет осталось здесь сегодня у нас акр то есть своим вот этим роликом я подтверждаю то что сказал в предыдущем ролике про то что со мной случилось и с моим каналом то что канал не мертв а продолжает жить но без монетизации так коротко опишу свою ситуацию нынешнюю вот и что еще добавить периодически у акра появляются такие смешнявочки в эти как зовут не категории рубрики смешнявочки рубрики под названием упоротый русский перевод в тех или иных мультсериалах и просто мультфильмах сегодня у нас jetx batman могучие рейнджеры на привычке кстати еще даже есть как его зовут луи жизнь луи вот хотя его не смотрел русской озвучки но тем не менее я слышал насчет того что у бэтмена у которого из 90-х есть озвучка ты слышал могучие рейнджеры ну по-моему я какие-то в детстве серии видел но не вспомню точно какой там был как какая была какая-то озвучка могу сразу сказать что у меня не было jetx в детстве вот так вот в общем что еще остается добавить да вроде бы ничего сейчас только сделаю кое-что чтобы быть полностью уверенным а так поехали как в русской озвучке бэтмена озвучивали животных как на канале jetx от нас скрывали оригинальные заставки полюбившихся мультсериалов как русский перевод превратил могучих рейнджера в цитадель расизма однополой любви и просто маразма я на чабе не спал я пеленки стирал а ты сангутовый и безумный русский перевод что я наблюдал за все это время сегодня мы познаем его на полную катушку не отходите далеко ну знаете ли гоблин тоже этим грешил двойной смысл такой так рекламу пропустим особенно hustle castle который ну который сами знаете какой 250 алмазов и третий иногда таланты в русской озвучке могут поражать наверняка многие из вас в какой-то момент удивлялись что голос жокера из темного рыцаря и голос железного человека это один и тот же актера звучания так она есть другое предполагать эти дикости намекать но от этого ни первой ни второй не не становятся менее уникальными что я какой-то там супергерой ты дал пятерым умереть даже для таких как я это жестоко что скуби-ду и шеги переговаривающиеся между собой это один и тот же актер ловко меняющий голоса я знал это тупо голоса моего детства ей богу я не представляю шеги и скуби-ду без такого перевода без такого дубляжа я хотел сказать и могут справиться с аутентичными звуками животных вот возьмем к примеру дубляж мультсериала про бэтмена девяностых дубляж этот при всей моей ностальгии очень странные актеры в рамках одного сюжета но давно поменяться персонажа я эту смешнявочку тоже видел озвучивают что ломает какую-либо целостность но помимо этого здесь есть такая штука как дубляж животных просто вслушайтесь да тут эту кошку озвучивают несколько голосов я просто представляю как на студии ряд актеров бьется за то чтобы озвучить лучшую роль из всей этой плеяды персонажей роль катана и чтобы в результате никого не обидеть кошака по чуть-чуть озвучивают всем на хрена если ваша кошка засыпает не с таким звуком то срочно введите ее к ветеринару это милота и тут всплывает логичный вопрос а собственно нафига так делать ну боссы студии сказали они делают конечно звучит как бред но тем не менее всяко возможно есть предположение что на дубляж иногда присылают версию мультсериалов где вместе с оригинальной английской речью персонажей вырезаются и звуки животных так что в результате хочешь не хочешь а дублировать надо но взгляните на этот кусок мультсериала джонни квест на фоне отчетливо слышны оригинальные звуки слона адекватные слоновые звуки на который зачем-то прилепили визги русского актера дубляжа вагоний который добавил ко всему еще и в результате от слона исходит какой-то двойной звук будто он мутант зачем на это вообще тратили время режиссер дубляжа что послушал оригинал и такой не 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 слон недостаточно хорошо сыграл сразу видно что вам хате не учился мы можем лучше вообще это какая-то особая страсть нашего перевода добавлять побольше стонов визгов и прочих звуков есть просто сравнить моменты заставки мультсериала бешеный джек пират это моя ностальгия но честно сказать мне не кажется что это обновление плохое согласен к перегнули им но отторжение не вызывает согласен иногда эти самые звуки даже слишком в приоритете помните мульт жизнь с луи на джетиксе а не вечный мультсериал я в свое время смотрел почти каждую серию я видел пупы на него и мне при этом абсолютно не казалось что с этой заставкой что-то не так вон там однако и что а инструментал подвезли понятно почему нас лишили этой песни она пофигу ятная если бы в свое время она была бы на месте то возможно сейчас у многих зрителей проснулась бы чувство ностальгии вот только никто из русских зрителей не слышал ее по я чувствую нас такие привели привиделась при вот этого бешеном джеки пирате потому что что теста я знаете ли телеку так что не судьба но зато звуки оставили куда же без них вообще иногда приятно когда никто не заморачивается и просто оставляет оригинальную песню на заставку есть или не совсем это правда было так необходимо может у них там отдельная денежная премия была за такие звуки ну слава богу оригинальную заставку была спасена исконно русским вкладом вообще задумайтесь как часто зрители уделяют внимание заставке в плане песни динамизма но при этом забывает посмотреть перечень людей что работали над этим самым произведением но к счастью одна контора что переводила мультфильм про человека паука 2003 года решил я упал кстати видел пара серии с перебором создатели телевизионной версии брайан майкл бэндис морган гэндель марша гриффин свой исполнительный продюсер лишь бы лишь бы не озвучивать реплики лишь бы не озвучивать реплики человек-паук там что-то говорит мы узнали что разработан специальный супер чип x1 для расшифровки этих передач свой исполнительный продюсер брайан майкл бэн я понимаю что диалог просто урезали зарплату поэтому они решили таким образом отомстить типа мы не будем озвучивать то что они говорят важную информацию и не так важны как свой исполнительный продюсер в этом эпизоде но блин вы серьезно продюсер компьютерный график стивен уэндлин да даже когда персонажи все же начинают говорить на русском их все равно потом прерывают титры автор сценария рик сувальд финансового кризиса режиссер компьютерной графики все равно не понимаю зачем нужен я действительно зачем ты нужен когда можно каждую надпись зачитать уверен человека-паука смотрели именно ради титров и говорят почему-то он слишком худощат вам не кажется за darkness 2 каком-то безумном вкладе русского перевода стоит взглянуть на пример такого сериала как могучие рейнджеры я видел какую-то версию но я щас точно не вспомню какую я видел мегафорс это вот я точно могу сказать но здесь раз речь идет про старые версии то старую я вообще никак не вспомню ей богу я смотрел рейнджера в детстве но точно не был их фанатом и у меня хватало претензий к однообразности этого сериала но у русских переводчиков похоже были еще большие претензии к шоу например оригинальные могучие рейнджеры по какой-то необъяснимой причине не раскрыли перед зрителями тему расизма но слава всем богам наша русская версия исправила эту оплошность вот у нас по сюжету могучие рейнджеры так и хочется сказать что ну в нашей же стране такого нету поэтому для многих это не будет понятно но на самом деле в россии тоже есть расизм он правда не такой открытый как в америке но тем не менее он есть тире ссориться из-за влияния заклинания имеется ввиду что он не слишком очевидный уйди с глаз моих еще чего ты мне угрожаешь узкоглазый так ребята вам с такими словами лучше не стримить на твиче вот яркий пример и чтобы вы понимали это странное желание посеять зерно расизма в детском сериале проявлялась и в других сериях есть круто ты попал белые не умеют в это играть я не понимаю серьезно человека с темной кожей и такие нет без вы причем самое тесно даже не двигает губами подав сторону белых этот эпизод не может пойти в эфир эти познать и мы озвучили его мысль не знаю как вы а я намерена отдыхать долго правильно мы свое на плантациях отработали блин мне кажется у переводчика реально какие-то проблемы с восприятия чернокожего населения и все это вытекает вот в такие вещи это астам мартин такой ничоси вот это вот было лишнее едешь ковой простите у нее такая . приоритеты больно и в качестве извинения они направили свои силы на особый толерантный перевод где у монстров врагов рейнджеров непосредственно с рейнджерами особая химия ну-ка за кого ты дерешься белый рейнджер переходи к нам ты такой симпатичный да вот в чем преимущество белого рейнджера но это просто подкоплю с комплимент почему собственно нет а во внешности подкалывающий комплимент знаете учитывая морды злодейских персонажей на самом деле он так не читает симпатичные является злой иронии возможно речь идет о внутренней красоте и это далеко не единственный случай гомосексуального напряжения между противоборствующими силами в русском переводе рейнджеров но он же ведь не знал что-то внутри мужик вдруг он подумал что под этой броней находится женщина вполне себе могло быть там не конечно есть какие-то очертания того что как женская броня отличаться от мужского но вдруг он не знал ну что он не знал как устроена женское тело и мужское бесполезно мой зайчик теперь у меня и он и сезорд и вселенная моя какой-то симпатичный серьезно кто-то правда решила в оригинальные задумки слишком искрят гетеросексуальностью это явно надо исправлять стал такой сушит хамелеона а пониже извини что пониже эту штуку тебе пониже кроме шуток в этом переводе буквально слова 3 для того что угара и вращают в слово нетрадиционные ну как бы вообще все очевидно с гордостью представляю вам прибывших с островов исполнители нетрадиционных танцев гавайские танцоры опять же адаптации для русского зрителя это нормально вот вам позитивный пример в оригинальной версии фильма дэдпул 2 упоминается социальная сеть linkedin который у нас ну просто толком не знают да поэтому в русском дубляже речь идет о более привычном нам телеграме в результате от такой замены никто ничего не потерял в рейнджерах такие адапта тем более тем более дубляж и датпула топовый что в первом что во втором и бывают достаточно особенно петр гон милыми надо от нее избавиться посылаю патруль каркуши бывает и вот так послушай эдик мне кажется я придумал надежный план так говори болван и запомни меня зовут не дикозит но в этом же нет никакого смысл дизайн кстати прикольный вот у этого который сейчас с ним говорил я имею ввиду вот этого прикольный дизайн меня зовут не дикозит но в этом же нет никакого смысла да они превратили имя от в казалось бы более привычного русскому уху эдиком вот только в оригинале был в том что имена сетт и это звучат похоже созвучно вариант с эти ком тут вообще мимо как этот персонаж мог дулятор просто угора ну не настолько же он деградант стоп а почему эдиком уже называют а вот это а вот это уже пиджо перевод я вам скажу лето он эдик или он эдик или туда чини перёд а озвучка имею ввиду этих ям и эдик как вообще переводчики к неактуально это же просто бред серьезно в переводах бывают ошибки от невнимательности неправильного понимания но тут творится просто какой-то абсурд я красивый ночью из актеров дубляжа просто эгоцентрично высказался о себе это случайно вставили в сам сериал такое впечатление что переводчикам не хватало драмы и они решили усложнять сюжет я сейчас щелкнулся в голове что по-моему я уже делал реакцию на подобный ролик с узким переводом где неоднократно говорил что автора просто угорали я в очередной расскажу авторы просто угорали вот к злодеям лорду за эту и рите приходит отец последний и вместо того чтобы просто перевести слово отец в русской озвучке все вот батя ну папик при выборе слова папик все приобретает совсем иные краски и взаимодействия героев начинают выглядеть как какой-то извращенный любовный треугольник ладно может выглядеть так будто бы я просто придрался к слову но смотрите дальше дизайн у этого костюма как будто бы украден из вархаммер ей богу тут там даже меч имеется задумайтесь обо всей этой ситуации один из злодеев в разгаре битвы в тяжелом эмоциональном состоянии решил поведать о своих тяжелых отношениях в семье а герою на это прямо как очки носит стоит задуматься кто же в этой ситуации на самом деле герой а кто злодей видите произведение становится более многослойным я гордо несу звание урода по жизни так я хочу футболку с такой не ну не ну в принципе здесь двойной смысл потому что как бы он монстр и поэтому уродом может быть специально называть как-то если чё типа он хотел подколоть так над рейнджером типа муж таким я родился такая вот ирония так вот звезды сложились это периодически кажется что в переводе участвует какой-то генератор случайных слов зачем сообщаешь решил поделиться своими интересами с людьми с которыми сражаешься это как если бы посреди я хочу посмотреть сиськи и богу арбал мне нравится больше чем детей и я считаю андроиды лучше чем эти ваши айфоны держу в курсе это очень важная информация такое ощущение что переводчики сами угорают над тем что творят стать вот этот дед смеющийся это рип испанский потому что он не знаю насколько давно но он умер даже недавно месяцев 5 наверно лет назад я уже не помню соединились кончаем его я не верю что они случайно сделали такую паузу после все по заветам валерия леонтьева в котором кончайте девочки кончаем вот не верю еще в русском переводе рейнджеров крайне не уважают тишину если в кадре кто-то долго молчит в нашей версии обязательно что-то ляпнут иначе никак в русской версии главные герои тоже не остались без особых наклонностей почему это я купил чернила не ну каждому своем еще повара рейнджеры перебравшись к нам повысили уровень жести вот сериале могучие рейнджеры успеть на помощь герои потеряли свою память но на русском командир рейнджеров гораздо более суров своих решениях они не помнят о том что они рейнджеры придется их уничтожить это будет нелегко ну да раз ничего не помнят расстреляйте их и скиньте в канаву новых наберем будто мало всяких подростков на этом свете понарожали да уж у переводчика явно какие-то проблемы с таксистами ставит реально напоминать я смотрел разные странные вещи в обертке русского дубляжа но могущие рейнджеры это какой-то клинический случай безумия отчего не так нормально тут явно ребята что работали над этим просто ловили ржаку и зато явно кто-то сейчас наверно по ностальгировал под такому переводу то что им приходило в я нет потому что невозможно их просто утомляли не слишком разнообразной серии рейнджеров и они веселили себя как могли вот только насколько это вообще корректно по отношению к оригинальному произведению пишите свое мнение в комментариях ну а с вами был аккар не забывайте про мои стримы где собирают деньги на свои комиксы и сейчас я делаю тупо комикса готовой страницы можно посмотреть по ссылке в описании не забываем про розыгрыш айфона и макбука ну короче понятно все так дать еще раз вернемся к вопросу потому что я уже вопрос забыл давайте еще раз выскажу свое последнее слово и они веселились имеется ввиду в данной реакции как могли вот только насколько это вообще корректно по отношению к оригинальному произведению это уже кому как кому-то нравится такой перевод кому-то нет у людей вкусы разные поэтому надо как относиться ко всему спокойно в данном случае ну начинается опять вот прям под самый конец реакции ты решил мне разрядиться зашибись ну да ладно на этом все